Чтобы заполнить таблицу расхода перопухового утеплителя, нужно в окне редактирования данных о предмете нажать кнопку «Перопуховый утеплитель». В результате откроется такое окно. Здесь указывается вес пустых деталей и деталей, заполненных перопуховой смесью, и таким образом определяется расход пуха и пера на изделие по каждому размеру, росту и в среднем. Чтобы добавить в таблицу новую деталь, нужно нажать кнопку «Добавить», в появившейся пустой строке заполнить поля наименования детали и количество деталей, ввести с помощью клавиатуры или выбрать из списка. «Добавить». Если деталь является шкуркой, то есть не заполнена пухом, надо дважды щелкнуть левой кнопкой мышки на первой ячейке строки, чтобы там появился крестик. Чтобы поменять детали местами, надо выделить какую-либо деталь и с помощью кнопок стрелок переместить ее в нужное место. Чтобы удалить деталь, надо выделить ее в таблице, нажать кнопку «Удалить» и подтвердить свое намерение. Чтобы добавить, удалить или поменять местами колонки размеров ростов, нужно нажать кнопку «Размеры роста». В новом окне установить с помощью кнопок стрелок состав и порядок колонок и нажать кнопку «Ок». Затем нужно заполнить ячейки веса деталей. Вводите вес и через символ «Плюс» допустимое отклонение. Нажатие клавиши «Энтер» переводит курсор в следующую ячейку. Нажатие клавиши «Энтер» переводит курсор. Итоги по таблице «Желтый сектор» рассчитываются автоматически. Чтобы сохранить все внесенные изменения, нужно нажать кнопку «Записать», чтобы закрыть окно без изменения прежней информации – кнопку «Отмена». Итоги по таблице «Желтый сектор»